Нас не приглашают по радостным поводам. В 99% случаев мы едем помочь решить какой-то вопрос. В большинстве случаев причин проблем действия чиновников. Не стала исключением и вот эта история, разве что выделяется она редкостным маразмом в системе помощи детям. Микрорайон Майский. Здесь второй год живет многодетная семья Ивановых, попутно достраивая собственный дом. В семье семеро детей, мама, Татьяна, беремен восьмым. Не сказать, что жизнь дается просто, никто бы не жаловался, если бы эти люди не обратились за помощью. У меня получается два ребенка инвалида, маленькая, 8 лет, очень тяжелое заболевание, эпилепсия у нее. И еще один ребенок тоже болен, тоже ребенок инвалид, тоже такое же заболевание. Выдали нам землю, две земли, получается, дал департамент, так как дети инвалиды, как бы им земля положена. Нам выдали вот эти две земли. Маленькая нам дали 15 соток земли, постаршая, которая дочь, нам дали 12 соток земли. Где она находится? Мы не знаем даже, где она находится там, потому что ни ограждения, ничего нету, как бы сами искали, мы не нашли эту землю. Там какой-то ДМ-55 и вот вроде бы на птичнике где-то. Участки в таких далеких далях, но вроде бы дареному коню в зубы не смотрят. Если б зубы не оказались дороже самого коня, если верить государственной оценке вот этих клочков земли. А по факту их проблематично даже продать. Какая сумма есть в документах, по такой сумме ее продавать через органы опеки. У меня ее просто никто не купит, да и все. То есть вы просто, наоборот, даже дешевле продать не имеете права? Нет, нет. Либо дороже, либо вот по вот этой сумме. Какая сумма? Ну там 380 стоит и вторая 400 что-то с копейками. Итак, Татьяна с детьми, а их, напомним, семеро, неожиданно стали землевладельцами. Пенсионный фонд Забайкальского края посчитал это достаточным основанием, чтобы лишить женщину выплат по беременности и родам в размере около 10 тысяч рублей ежемесячно. Заложники доброты чиновников. Отказывают в выплатах, я не могу ничего добиться. Я объясняю то, что эта земля дана детям, инвалидам. То, что она, я ее не покупала за свой счет. Я ее никак не приобретала. Я читала вот вчера в новостях, что от 0 до 17 лет все вот эти детские пособия будут объединяться. И что уже как бы ты ходишь беременная, то, что ты получаешь ребенка вот на вот этого, да. Допустим, вот я на 8-го должна же по беременности получать, а я на него ничего не получаю. И получается то, что мне сейчас во всем в этом откажут, во всех выплатах. Стоит ли говорить, что многочисленные обращения Татьяны в пенсионный фонд ни к чему не привели? Равно как и обращение в краевую прокуратуру, что перенаправило заявление в прокуратуру Черновского района, а там, в свою очередь, в пенсионный фонд. Круг замкнулся. Но если вы думаете, что это конец, как бы не так. Так, условием распоряжения бесплатным, читай, льготным, куском земли, Департамент госимущества и земельных отношений Забайкальского края обязал семью построить там жилой дом. Самое главное, что вы хотите? Я хочу, чтобы у меня вот эту землю забрали. Мне она не нужна. Я детей этой землей кормить не собираюсь. Построиться я на ней все равно не смогу. Тем более поставить еще два дома. Нам вот этот дом с трудом дается. От подаренных участков отказаться нельзя, продать невозможно, по крайней мере, за ту сумму, что стоит в документах. Остается только обратиться к чиновникам с призывом «Замечайте людей». Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Алексей Павлов, ЗАПТ-ТВ.